Да, друзья, здесь, наверное, колейка до самого Чупа-Чупса выстроилась. Е-мое, вот это суббота. Да, кому-то из ребят очень не повезло. Тут в пятницу обычно такие колейки, а в субботу-то вроде не бывает, а хватен, и в субботу бывает. Вот это да. Да, друзья, немножко я не угадал, до Чупа-Чупса тут остался, наверное, километра полтора. Ну, ребята вот подтягиваются сзади, и я думаю, что и за горами то время, что сейчас здесь действительно все встанет до самого колечка. Единственный вариант здесь пойти прямо в город, да, но только под знак, под нарушение. Но кто торопится, у кого время ограничено, то, как говорится, риск – благородное дело. Ну что, зашли мы в колечко, никому не помешав. А вот здесь вот, на колечках-то не надо обгонять. Я смотрю, мелкий хотел тут справа подлезть. Это может дорого стоить. Так, все, ребятки, поехали теперь у нас еще впереди. Осталось 32 километра. Будем считать, что полчаса, и я дома. Здесь вот тоже в районе поселка Ждановского вырос целый коттеджный городок. Танхаузов. Но тут вот за горкой его, конечно, не видно. Итак, левая. Правая полоса у нас занята. Переходим в левый ряд. Дорожнички здесь решили мост подремонтировать. Да, стыки уже выбили. Так асфальт, что дыры появились. Нижний встречает своей осенней красотой. Своими золотыми березками. К дому подъезжаешь, настроение поднимается еще больше. Да в такой-то солнечный день. Теперь только правильно спланировать время, потому что дел накопилось много. Когда их всех переделать за один день, не знаю, надо расставлять приоритеты. О, а у нас еще и в город стоит колейка. Что-то вообще я не пойму. Там на Витчаковской горе стоит колейка в сторону Казани, а здесь в сторону города. Но скорее всего это связано с какой-то аварией, потому что не просто так. Здесь вроде после светофора все должны двигаться в два ряда, никто никому не мешает. Но мои предположения, наверное, подтвердятся. Где-то одна полоса занята. И это может быть авария. Друзья, и пока мы медленно толкаемся по улице Ларина, увидел я космонавта. Точнее даже это не космонавт, а водолаз. Не знаю, на горке вам видно, нет? Водолаз в скафандре и машет нам рукой. Рядом Транснефть, подвод-сервис. Это значит, его тут рекламка стоит. Да, и смотрите, как территория здесь ухожена прям. Все зелено, несмотря на то, что осень золотая. Да, вот где бы я увидел. Это быстро проезжаешь и не замечаешь. А здесь, оказывается, такие красивые экспонаты выставляют. Так, ну тут у нас так все и движется. Еле-еле пешком. Да, вот все проезжал. Кафе Ренессанс. Видите, как красивую лесенку сделали в виде незаконченной восьмерочки или галстука. Камушком все выложено. Там вот, наверное, должна была течь водичка. Но сейчас на осень ее отключили. И вся кафешка застекленная. Так, да, что-то видно где-то серьезное, что мы даже никак не можем разогнаться. Там уже вот сейчас после светофора, после следующего, начнется три полосы. А вот как раз впереди у нас и причина. Дорожники что-то делают. Точно, дорогу спилили. Или еще даже пилют. И всех загоняют в одну полосу. Вот вам. Вот вам и причина торжества. Да, так что здесь нам придется немножко сейчас потолкаться. А, ну вот уже дорожнички знаки убрали. Трактор с водой идет впереди, подметает. Нам вот только до расширения дотянуть. Там уже где три полосы-то там полегче будет. Вот он все сметает. Все спиленные, недопиленные крошки в одну полосу. И мы за ним идем гуськом. Как раз посередине двух полос идет. Все, метелка прекратила свое грязное дело. Тут такие брызги летели. Конечно, никому не хочется таким камушком, пускай и асфальтовой крошкой получить вбок. И вот они, пожалуйста, дорожнички здесь с пилой спиливают асфальт. Ну вот и слава богу, хоть теперь вырвались на свободу людей в средний ряд. Потому что здесь вот колодцы не на уровне сделаны. Приходится на них подпрыгивать. Красивое здание. Ребятки, а зданием мы это проехали линейное управление газопроводов. А здесь у нас большой торговый центр, открытый материк. Сегодня солнечная погода и Карповскую церковь очень хорошо видно на солнышке. Да, и ствасть деревьев уже пооблетала. И уже видней становится и купол, и кресты. Да, интересно, всю дорогу я считал, что это Карповская церковь, а это Преображенская церковь. Ну, наверное, из-за того, что здесь на Карповке отсюда и название в народе стало Карповская церковь. А я могу ошибаться, ребятки, поправьте, кто в комментариях. Отнимаемся мы в горку через железную дорожку. А вот здесь у нас рынок автозапчастей. Говорят, черта Лысого можно найти. Но врать не буду, Лысого черта не искал. Слева у нас поселок сортировочный. Как видите, название говорит все за себя. Здесь у нас сортируют вагоны. Ну, там где-то вдалеке уже мой домик. Сейчас бы еще на Московском шоссе нормально пройтись. Что-то сегодня не пахнет субботой. Такое ощущение, что рабочий тень. И время, час пик. Утреннее. Хотя на часах полодиннадцатого. Да, и народ весь куда-то едет. Друзья, ну вот я и дома. Кто-то скажет, а ты всегда здесь? Нет. Это мой рабочий дом. А теперь я приехал в свой родной дом. Сейчас вот поменяю один руль на другой. Возьму свой космолет. И надо решать вопрос что-то с печкой. На улице уже морозики. Так что, блин, и сегодня суббота. Опять сервис не работает. Да вдобавок я еще и моторчик не купил. Ой, и дел дома накопилось. Ну, в общем, Елена там у меня уже... Давай быстрее дела делать. Я остановился, прежде чем идти домой. Думаю, дай-ка я посмотрю. Все-таки вот эти болтики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И они подтянулись буквально на четверть, наверное, такой головкой под звездочкой. Эти тоже протянул. Но, ребятки, я все думал, где же у нас все звенит. А вот посмотрите. И вот ветром, ветром, я так думаю, что вот отсюда как раз и идет вот это дребезжание. Что с этой стороны? Что с этой стороны? Вот я вам и говорил, что откуда-то идет звук, но непонятно откуда. А вот теперь мне ясно. Вот поставили эти обтекатели, чтобы на ручку не летела грязь. А с другой стороны это дребезжалка. Здесь я тоже протянул все. Но тут, правда, с правой стороны не очень подтянулось, а вот с левой очень. Ну что, поедем в рейс и посмотрим. Завтра я ее намою. Прежде чем устанавливать будем на зеркала обогрева. И посмотрю еще дорогой. Будет звенеть, не будет. Так что вот причина звона мне теперь ясна. Так что, я думаю, причина дребезжания теперь ясна. Но, правда, стопроцентной гарантии даже морг, говорят, не дает. Все покажет дорога. Ну что, поедем, дорогой посмотрим. Да, друзья, пришел я к своему космолету. Караул. Это что-то. Пыли. Черт ногу сломит. Ну а что я могу сказать? Это все впоследствии то, что стояночка здесь, конечно, была бы асфальтирована, пыли было бы меньше. Но здесь, сами видите, когда-то был асфальт, а сейчас все это превратилось в пыль. Ну что, надо гнать моего бедолагу на мойку. Бедный. Главное, что плохо. То, что и под капотом-то столько же пыли скапливается. Потому что завихрение идет кругом. Ну, зато, ладно, хоть крысиных следов не видать. А то тут одна поселилась у меня в прошлом году, еле вывел. Вот, пожалуйста. Такие грузовички проедут. И пылища кругом. Да не только грузовики, господи. Друзья, такое ощущение, как будто мой космолет без меня в космос летал. В том плане, что в какую-то пылевую завесу попал. Так. Ну что, пробуем заводить. Так, что у нас выдает 12.0. 12.0. Это уже при включенном зажигании. Нет. Это только еще при подключении питания. И 11.5 у нас выдает на включенном зажигании. Так, моторчик пока работает. Я уж его трогать не буду. Это я его тут реанимировал немножко. Все. Слава богу, завелось. Так, поехали. На улице уже морозы начинают утренние. И надо, наверное, нам не замерзающую, точнее замерзающую-то жидкость оттуда выгонять. Тем более, все равно такое стекло. Надо прорвать. Так, все. Перед промыленным. Сейчас прогоним еще зад. Ой, как бубльгомом запахло. Даже жалко такую жидкость выливать. Ну, а куда деваться-то? Иначе она замерзнет. И потом будем еще систему размораживать. Но она ведь может еще и так замерзнуть, что лопнет бачок. Так что все-таки лучше ее выгнать. Сейчас на мой подоеду и все ее там выгоню. Так, ну что, поедем. Время как раз у нас 11.39. На улице 10 градусов тепла. Все хорошо. Сейчас доедем до дома. Время обед. Накормят меня горячим домашним супом, без которого я остался в этот рейс с этой почтой. Приведем себя в порядок и займемся делами. Ой, какое небо голубое. Красота прям. Золотая осень. Золотая. Едем, ребятки, едем.